Ненецкий округ Линмара под градусом разгуливал голый мужчина, однако, протрезвев о своих похождениях, герой видеоролика так и не вспомнил. И отчет пошел до первого ЕГЭ чуть больше недели. Школьники готовятся, родители переживают, педагоги поддерживают. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней. Также расскажем о том, чего не говорил еще никто в студии «Электонзийский». Здравствуйте! Губернатор Игорь Кошин на этой неделе открыто пообщался с представителями окружных СМИ. На встрече присутствовали сотрудники газеты «Выбор.Нао» и Нарьяна Виндер, журналисты из филиала ВГТРК «Поморье». Встреча проходила в студии нашей телерадиокомпании. Слово моей коллеге Алине Ваучейской. Тем для обсуждения масса, субсидии местным производителям, административная реформа и развитие Ненецкого округа в целом. Во вступительном слове Игорь Кошин отметил, что 2015 год начался с резкого изменения экономической ситуации в мире и нашей стране. Также глава региона еще раз напомнил, что бюджет Ненецкого округа – это монобюджет, и доходы региона целиком и полностью зависят от ситуации на нефтяном рынке. Бюджет региона на 2015 год формировался с учетом цены на нефть порядка 100 долларов за баррель. Сегодня эта цифра почти в два раза меньше. Губернатор подчеркнул, что в новых экономических условиях Ненецкий округ недополучит часть доходов, которые планировалось получить ранее. Поэтому все силы нужно направить на оптимизацию расходов. Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы должны считать каждый рубль, мы должны быть эффективными, мы должны отказаться от неэффективных расходов, мы должны отказаться от массы убыточных вещей и от не очень, скажем так, умелых управленцев. В связи с этим подписан антикризисный план, который сегодня реализуется, и, собственно говоря, о его реализации мы можем, если интересно, поговорить более подробно. Главная цель, которую мы хотим достигнуть, собственно говоря, это то, с чего я начал. Главным человеком в округе должен стать не чиновник, а человек, производящий и созидающий что-либо. На сегодняшний день у нас основные рабочие места у нас заняты непосредственно либо в чиновничной сфере, либо в бюджетной сфере. Бюджетная сфера тоже очень хорошо, но мы должны расширить производственную сферу. В ходе встречи Игорь Кошин ещё раз подчеркнул, что предприятия, которые получают субсидии из окружного бюджета, должны работать не просто эффективно. Задача – снизить убыточность. В условиях новой экономики нужно будет затянуть пояса и направить все силы на повышение производительности. Глава региона возмущён и тем, что за годы стабильности все окружные учреждения привыкли в финансовые дыры латать средствами из окружного бюджета. В сегодняшних реалиях это стало невозможным, предприятия должны сами учиться зарабатывать деньги. Что касается руководителя любого предприятия. Но если человек руководит предприятием, он же туда приходит не просто зарплату получать, он же должен готовить стратегию развития предприятия. Потому что государство, к сожалению, неэффективный собственник. И многие предприятия у нас в округе, они становились государственными только ради одного. Чтобы туда была возможность, законная возможность предусмотреть средства в окружном бюджете и загнать на это предприятие. Вот, собственно говоря. Но ведь руководство предприятия же должно внимательно смотреть, чем оно сегодня занимается, на чём оно зарабатывает, с чего оно платит заработную плату и где ему необходима помощь. Вот засыпать деньгами и тушить костёр мы больше не будем. Те руководители, которые неэффективны, они будут заменены. И этот процесс идёт. Расширение производственной сферы – один из пунктов в стабилизационном плане. На сегодняшний день в регионе есть положительный опыт субсидирования местных производителей. Так, например, агропромышленная компания, которая ежегодно получает субсидию на молочку, в этом году увеличила надой молока. Около 40% на продовольственном рынке Ненецкого округа занимают наши местные производители. И сейчас перед ними стоит задача максимум – приблизить эти показатели к 100%. Но этого пока не удаётся достичь из-за того, что большинство оборудования изношено. На сегодняшний день молочники заинтересованы в одном – производить как можно больше продукции. Потому что чем больше они производят продукции, тем больше они заработают. Вот это самое важное. И вчера мы обсуждали и дали поручение нашему департаменту по сельскому хозяйству, департаменту финансов, подготовить ещё второй вид субсидии, так называемый инвестиционный, для решения третьей проблематики – материально-технической. Потому что основные фонды крайне изношены. И такая проблема не только у молочников. Что ещё касаемо производства, губернатор подчеркнул, что округ готов поддерживать сельхозпроизводителей. Но субсидировать будут только конечный продукт. Иначе эффективности этого производства не будет. Округ готов субсидировать конечный продукт. Опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали созидать. Люди должны созидать. Мы готовы субсидировать по принципу нашей молочки конечную продукцию. И я вам больше скажу. Мы же и в оленеводстве, и изменили слегка субсидирование. Потому что как только мы субсидируем убытки, любое хозяйство, любой производственник заинтересован в том, чтобы эти убытки только увеличивать. У него нет мотивации к снижению убытков. Но всё равно компенсирует. Какая разница? Если убытки нарисовал, и голова не болит. Мы должны заинтересовывать в производстве большего объёма продукции. Что мы с этого имеем? Продовольственная безопасность региона и сохранение рабочих мест. Что немаловажно. Как, впрочем, и строительство жилья. Игорь Кошин подчеркнул, что строить новые дома нужно не только для очередников. Нужно создавать рынок жилья для продажи. Сейчас исполнительной власти региона разрабатывается новый вид меры поддержки при ипотечном кредитовании жилья. Она призвана для активизации жилищного строительства и заключается в следующем. Ограничений нет никаких. Кроме того, обходиться населению она будет в 5% годовых. Но распространяться такая ипотека будет только на квартиры в новостройках. В ходе встречи были затронуты и другие важные вопросы. Кроме того, губернатор принял решение проводить такие собрания регулярно. Алина Вучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». В регионе обнародованы декларации о доходах и имуществе депутатов окружного собрания за прошлый год. В соответствии с российским законом, представлять эти сведения о народной избраннике обязаны ежегодно до 1 апреля. Однако один из 19 законотворцев не пожелал, чтобы его заработки оказались на всеобщем обозрении. Кто скрывает свои доходы? Узнаем в следующем материале. Декларация о доходах и имуществе законотворцев Неницкого округа была опубликована на сайте собрания депутатов. В документе имеется информация и о заработке их близких родственников – жен, мужей и несовершеннолетних детей. Из 19 народных избранников 18 справки о своих доходах предоставили в срок. И только один депутат Максим Малышев, который в парламент был избран по списку от партии «Гражданская сила», собственный заработок решил скрыть. Причины законотворец назвать сразу отказался. Но чуть позже Максим Малышев официальный комментарий все же подготовил в электронной форме. По словам депутата, закон нарушает не он, а его коллеги по собранию. И поэтому предоставлять свои доходы на всеобщее обозрение народный избранник не торопится. Да, мною не предоставлена декларация о доходах в срок. Позиция лично моя и моей партии в этом вопросе принципиальна. Мы единственная фракция, фракция партии «Гражданская сила» в региональном собрании нашей большой страны, которая не имеет постоянное оплачиваемое место для работы в этом собрании. Мы считаем это нарушением федерального законодательства и сейчас ведем судебные тяжбы с собранием депутатов НАО. Об этом мало пишут наши региональные СМИ, но скоро будут писать федеральные. Поэтому я не получаю за свою работу зарплату и не являясь госслужащим, я не тороплюсь подавать декларацию. По сокрытию доходов и имуществам мне нечего скрывать. На протяжении последних лет я регулярно подаю декларацию о доходах, являясь кандидатом на выборах разного уровня, будучи кандидатом в депутаты Государственной Думы и до выборов в муниципальных образованиях. Вот и в этом году в июне я подам декларацию как кандидат на главу одного из муниципальных образований нашего округа. Опубликовать сведения о своих заработках депутатов обязывает российское законодательство. В случае невыполнения этого требования народный избранник может быть уволен. Однако Максиму Малышеву это не грозит. В собрании депутатов он работает не на постоянной основе, а значит за отсутствие сведения ответственности не понесет. Это подтвердили и в прокуратуре, которая уже заинтересовалась данным делом, ведь нарушение закона здесь все равно присутствует. Сами депутаты никакой ответственности не понесут. Для нас то самое главное, чтобы устранили нарушение закона, а вопрос об ответственности это уже дело второе. Чтобы устранить нарушение федерального закона была создана специальная комиссия. В нее вошли сотрудники прокуратуры, депутаты окружного собрания и другие лица. Ответчик главный герой дела Максим Малышев. К общему мнению в итоге так и не пришли. У сторон разные взгляды. Прокуратура, например, настаивает, чтобы нарушение было ликвидировано. Законотворцы выдвигают немного иную точку зрения. А Максим Малышев твердо стоит на своей позиции. В отношении Малышева санкции пока не выдвинуты. И навряд ли это произойдет. Впрочем, некоторые считают, что народного избранника проучить все же стоит. Но каким образом – большая загадка. Ведь законом, напомню, этого не предусмотрено. А пока депутат продолжает затягивать процесс подготовки декларации, другие парламентарии с чистой совестью уже разрабатывают новые законы. Я человек, открытый всегда и во всем. Поэтому у меня никогда на протяжении всех лет, сколько я работаю, не возникало вопроса сдать или не сдать. И, конечно, сдать и только в полном объеме. Олег Хатанзийский, Роман Делимарский, Антон Водряков, Телеканал Север. Уже полмесяца управляющие компании работают в новом режиме по лицензиям. Изменилось ли качество предоставляемых услуг жильцам подведомственных домов и куда обращаться, если коммунальщики недобросовестно относятся к своей работе, расскажет Алена Валей. Поправки в жилищный кодекс о лицензировании коммерческой деятельности по управлению многоквартирными домами вступили в силу с 1 мая. Документы, дающие разрешение на работу в этой сфере, в нашем регионе получили 14 компаний. Первой из них стала управляющая компания «Наринмарстрой». С начала работы по новой системе домов в их управлении стало больше. А вот в остальном отличий, по словам генерального директора, компании нет. Лицензия была придумана в нашем правительстве для недобросовестных управляющих компаний. По моему мнению, чтобы управляющие компании должны быть управляющие государственными, чтобы контроль со стороны государства за государственными деньгами был более тщательным. В целом по стране лицензии не смогли получить более полутора тысяч управляющих компаний. В нашем регионе цифры намного скромнее – всего шесть. Ну а тем, кто документ смог получить, теперь главное его не потерять. Ведь аннулируется лицензия во всех регионах, где работает эта фирма. И создать новую у руководителя не получится. Его имя попадёт в федеральный чёрный список. Для того, чтобы проблем не возникло, необходимо выполнять все условия договоров с жильцами. Сейчас проверок будет немножко поменьше, но они будут более эффективными. Раньше, как было, что управляющая компания, когда допускает какие-то нарушения в своей сфере, она получает административный штраф, получает предписание. Потом это предписание она, соответственно, смотрит. Если его выполнять очень дорого, допустим, для неё по финансам, она знает, что штраф за неуполнение 10 тысяч рублей, максимум 20. Сейчас такое не пройдёт. Если предписание не исполнено, жилой инспекция выносит предупреждение. После второго этот дом снимается с управления. Если таких домов будет более 15%, то лицензия аннулируется. Проверки в том числе будут проводиться и по заявлению жильцов. Чтобы пожаловаться на плохую работу коммунальщиков, собственникам квартир необходимо обратиться в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Неницкого автономного округа по адресу. Улица Ленина, 27В, офис 50. В Наринмаре огласили приговор по резонансному уголовному делу. Перед судом предстал 53-летний житель Наринмара. Его обвиняют в совершении насильственных действий и сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14 лет, а также в совершении развратных действий в отношении двух и более лиц. Приговор заслушала и наш корреспондент. Он заметно нервничает, то ходит из угла в угол по камере, то, подперев кулаком лицо, думает. Завидев представителей СМИ, пытается спрятать лицо. Но тщетно. Это он, герой нашумевшей истории, которая случилась чуть больше года назад. Андрея Плотникова обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14-летнего возраста, а также в совершении развратных действий в отношении двух и более лиц. Максимальный срок лишения свободы за эти деяния 20 лет и 12 лет соответственно. И вот звучит приговор. На основании части 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Плотникову, наказание в виде 13 лет лишения свободы, решением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних организаций, их отдых и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты, социальное обслуживание, а также среди детского и юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних на срок 6 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде решения свободы в воспитательной колонии строгого режима. Мужчина ранее работал в Наринмарском объединенном авиаотряде, имеет высшее образование. Преступник то и дело прятал лицо, когда конвой выводил его из зала судебного заседания и вовсе закрылся папкой для документов. Кстати, оглашение приговора проходило в закрытом порядке, за присутствие на нем средств массовой информации проголосовал лишь представитель прокуратуры. Но нам все же удалось пообщаться с адвокатом подсудимого. Нет, с приговором не согласны, будем обжалованы, мы считаем, что он слишком жесткий. Приговор пока не вступил в законную силу стороны, вправе его обжаловать в течение 10 суток. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. В костюме Адама разгуливал житель Наринмара по улицам лесозавода. Мужчина был настолько пьян, что совершенно потерял чувство стеснения. Шокированные автолюбители, проезжая мимо, сигналили чудаковатому прохожему, но уговорить его покинуть общественное место было не так-то просто. Ну а автор непристойного ролика, который затем появился в интернете на всеобщее обозрение, оказался хорошим приятелем голого мужчины. Подробности далее. Это тот самый дом и подъезд, где было снято видео, которое затем оказалось в ютубе. В главных ролях мужчина, разгуливающий по улице в обнаженном виде. Евгений, так зовут главного героя этого ролика, по улице в обнаженном виде прошел больше километра. И кажется, его не смущали даже прохожие и водители, которые с удивлением наблюдали за местным Адамом. Голый мужчина под градусом с шарфом на шее уверенно дефилировал к намеченной цели. А оператор, который снимал это видео, всячески подбадривал своего голого друга. Вот автор ролика просит Евгения покричать на камеру, но мужчина отказывается. За кадром слышен смех молодой девушки. А чуть позже она и ее возлюбленные появляются на видео. Все вместе и отправляются в сторону нового поселка. Этот инцидент привел в шок весь Наринмар, ведь такого в городе ни разу не происходило. В интернете непристойный ролик появился 25 апреля. Затем видео оказалось у полицейских, правоохранителей греческим поступком мужчины сразу заинтересовались. Искать местного Адама долго не пришлось. В мае его задержали. Евгений снова гулял по улицам в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но на этот раз уже одетый мужчина, как выяснилось, к административной ответственности привлекал Саш 36 раз. Неоднократно его привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка, за появление в общественных местах состояния опьянения. Но человек ведет на моральную область жизни. Протрезвев, Евгений уверяет на видео, не он его подставили, а ролик смонтировали у мужчины, мол, много недоброжелателей. Я его сам видел. И неоднократно. И вы там себя не узнаете. Почему он похож? Но это не я. Может быть, просто не помните? А что мне не помнить? Я хоть какое все помню. Тем более такое не запомнить, это глупо, по-моему. Однако, сравнив лица, сомнений в том, что на видео Евгении не возникает. Непристойный случай продолжает отрицать и хозяин квартиры, из которой выходил голый мужчина. Алексей вообще не помнит те события. У меня в голову никто не бегал. То есть такого не помнит? Это точно 100%. Алеша, Алеша. 100% да. Алеша, мол, зачем ты? Это там соседи, я не знаю. Алеша, зачем ты отказываешься? Не, не, не. Да я, да что это, Тань, ты что? Ну, лежать тебе лучше. Да, не, не, не. У меня точно. 100%? 100%. Все 100. 200 даже. А вот соседи утверждают обратное. Инцидент действительно был. Произошел он в будни. Хорошо детей не было в тот день. Они были в школе. А так это, понимаете, голый пошел, они все хохочут. Их было, наверное, 4 или 3 парня. Они все хохотали. Он шел вот так. И пошли они туда дальше. Сейчас главный игрой видеоролика находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители ведут проверку. Чуть позже будут опрошены свидетели, чтобы установить причастность Евгения к аморальному поступку. А горожане тем временем продолжают обсуждать выходку пьяных людей. Конечно, такой поступок аморальный. И я считаю, такое поведение недопустимо, потому что люди, участвующие в таком ролике, они просто позорят наш город. И тем более, что увидеть такое могли и дети, маленькие девочки. Удивляет то, что люди, которые проходили, прохожие водители, которые приезжали мимо на машинах, никак не отреагировали. Второго героя этой истории оператора найти пока не удалось. Скорее всего, безнаказанным он тоже не останется. Олег Танзийский, Роман Делемарский, Андрей Котов, Телеканал Север. ЕГЭ у школьников провоцирует депрессию или неврозы. К такому неожиданному, ну или ожидаемому для кого-то выводу пришли психологи. Они говорят, чем меньше времени остается перед началом экзаменов, тем больше ученики начинают испытывать нервные расстройства. И это, в принципе, неудивительно. Первое ЕГЭ уже не за горами. 25 мая старшеклассники напишут географию и литературу о том, как наринмарские выпускники готовятся к предстоящим испытаниям. До главной проверки знаний школьников чуть менее двух недель. Уже совсем скоро страшная аббревиатура ЕГЭ появится во всех новостных лентах. Там не сдали, здесь писали, кто-то вообще испугался и на экзамен не пришли. Но в нашем регионе по традиции ЕГЭ ребята сдают благополучно. Как сдадут в этом году, пока, конечно же, неизвестно. Но ребята готовятся при этом усиленно. Ученица 11 класса Светлана Шамова к предстоящему испытанию хоть и готовится, но тревожные мысли ее все равно не покидают. Написать нужно сразу три госэкзамена. Русский, общество знания и математику. Последний для школьницы самый сложный. Предмет, как говорится, не ее, но для поступления в ВУЗ он непременно нужен. Это очень тяжело. Это тяжело морально. Эти камеры, садишься по одному. Вот все вот это. Это очень сильно напрягает. Когда повернешь голову, тебя уже могут там... В кабинете русского сегодня непривычно тихо. У школьников последние перед экзаменом уроки великого и могучего. Старшеклассники самостоятельно изучают материал, который может быть в билетах на ЕГЭ. И это очень важный момент. В госэкзамене по русскому языку с этого года исчезла тестовая часть. Больше никаких вариантов ответа. Преподаватели в непростой для учеников момент в стороне, конечно же, не остаются. Поддерживают, помогают и тоже переживают. Мне кажется, больше их, честно говоря. Учителя переживают каждый год. Я практически каждый год выпускаю 11-ти классников. И каждый год к этому привыкнуть невозможно. Волнение, стресс даже, можно сказать, который нужно пережить. Госэкзамен по математике в этом году разделят на два уровня. Базовый и профильный. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне. Однако это не даст возможности для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике. А вот на экзамене по иностранным языкам сдающим теперь придется демонстрировать свое разговорное умение. Раздел, содержащий устные ответы на задание, пока будет добровольным, однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется. Теперь о расписании. Первый ЕГЭ состоится 25 мая. Школьники напишут предметы по выбору, географию и литературу. 28 мая первый обязательный экзамен по русскому языку. 1 июня математика. Ее пишут те, кто выбрал базовый уровень, а 4-го те, кто предпочел профильный. 8 июня выпускникам предстоит сдать общество знания и химию. 11-го иностранные языки и физику. А 15 июня информатику, биологию и историю. 17 и 18 июня отведено время для сдачи ЕГЭ по иностранным языкам в устной форме. С 22 июня начинаются резервные дни. Чтобы экзамен считался успешно с данным, необходимо набрать минимальное количество баллов. По русскому языку 36 баллов. Столько же предстоит заработать по физике, химии и биологии. По математике достаточно набрать 27 баллов. 40 потребуется по информатике. А вот чтобы успешно написать историю и литературу, набрать придется 32 балла. По географии планка выше 37 баллов. Минимальный порог по обществознанию 42. По иностранным языкам необходимо получить как минимум 22 балла. Во многих школах региона уже прошла тестовая часть ЕГЭ. Ребята написали полноценную работу. При этом полученные оценки дальше кабинетов никуда не уходили. Результаты, говорят педагоги, неплохие. Поэтому особых сюрпризов от ЕГЭ-2015 в Ненинском округе не ждут. Госэкзамен должны сдать все. Все, кто готовится. Олег Танзийский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Ну а в Центре поддержки молодежных инициатив решили поддержать техническое творчество. Для Наринмара направление необычное и новое. Подробности далее. Постройкой мотоцикла, как предметами искусства, занимаются на протяжении нескольких лет двое наринмарских парней и кастомайзеров. Это те, кто собирают или модернизируют мотоциклы и автомобили, или делают тюнинг. Именно таких творцов и решили поддержать в молодежном центре. Мы нашли вот этих двух ребят замечательных. Узнал я, что они вот собирают технику, работают своими руками, работают там не для коммерции, а для себя именно. Хотят этим заниматься. У нас на тот момент был гараж, есть он сейчас, гараж теплый, отапливаемый. Это, в принципе, основное условие, которое нужно, чтобы было тепло, сухо и было где заниматься. Именно в этом гараже молодые кастомайзеры творят чудеса, превращая машину в автооплощение своей личности. Николай с детства влюблен в технику прошлого столетия. Все это новомодное, оно как-то бесформенно, безжизненно. Нету души этот серый металл, это черное. Ну, если, грубо говоря, о машинах, например, это вот это, как сказать, все с завода. Наштамповали, наштамповали кучу и погнали. Вот, поэтому как-то мне это не нравится. Мне нравится больше вот все, что было в старину. Тогда и машина лучше будет. В качестве сердца мотоцикла ретро-любитель использовал двигатель 66-го года. Перед тем, как делать, я очень много информации изучил. И с технической стороны, то есть правильная геометрия, при которой будут работать те или иные узлы. И вообще внешний вид, как делают люди. Потому что в России это вот уже, ну, развиваться начало. Сейчас много кто делает мотоциклы. В Наринмаре видел тоже пару мотоциклов, которые делали своими руками. Вот. И когда смотришь на, как другие делают, воображение играет. Воображение играет и у его друга, и соратника Ивана Тетерина. Кстати, Иван умеет делать автомобиль в редком для Наринмара стиле автокультуры. Да, это первый автомобиль, первый в Наринмаре в стиле стенс, стенс-культуры. А что такое стенс-культура? Стенс-культура – это такой вид тюнинга. Стенс в переводе с английского – посадка. Это заниженный на самое брюхо автомобиль и расположение колес в арках. Поклонники стенс-культуры на своих стенс-карах осознанно жертвуют быстрым и комфортным передвижением по дорогам, отдавая дань стилю и культуре в целом. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Культ поход для неспящих в пятый раз в Наринмаре прошла всероссийская акция «Ночь в музее». И, как всегда, с аншлагом окруженные учреждения культуры бесплатно распахнули двери для посетителей. И хотя дефицита публики нигде не наблюдалось, все постарались приготовить особую программу. Моя коллега Любовь Пермякова успела посмотреть все самое интересное. Эта ночь почти для двух тысяч наринмарцев выдалась неспокойной. И не потому, что соседи мешали. Любовь к искусству и культуре не давала покоя. Всероссийская акция «Ночь в музее» стартовала вечером 16 мая. Народ нескончаемым потоком шел в Краевический музей. Даже детям, а их здесь было большинство, разрешили в эту волшебную ночь не спать. Даша со своей младшей сестренкой в это недетское время делали вместе с десятками своих сверстников голубя мира. А еще и рисовали. Мы делали из песка разные формы. А, и что ты сделала? Сердце. В эту ночь сотни бумажных голубей выпорхнули из музея, как напоминание о мире, свободе и беззаботном детстве. Ведь все путешествие по музее – это память. Память о Великой Отечественной войне, которая проходила сквозной линией, звучала в песнях, смотрела со стен и просто парила в воздухе. Елизавета знает, что такое война. И песком она рисует символ Великой Победы. Я рисую танк, танк Катюша, которого боятся немцы. Немцы боялись, да? Для таких девчонок и мальчишек сотрудники музея подготовили сюрприз. При входе каждый посетитель получал путеводитель. Пройдя по всему маршруту, любители музейной бессонницы получали именную солдатскую книжку. Посетитель получает такую вот книжку солдатскую, солдатскую книжку. Выписывается она на выходе из нашего здания, вписывается фамилия и мальчество. И в течение года он может посетить с другом, с товарищем бесплатно музей. Своим правом воспользовался и Степан Попов. Мне вот сказали друзья, что будет в 7 часов ночь в музее. Ну, раньше как бы не ходил, да, сейчас пилы. Вот сейчас ходил вот везде, читал там, на вопросы сейчас другом отвечал. По всем этажам там походил. Да, о округе говорилось, как там строил. Прям был задан вопрос, кто был начальником, который строил аэродром на Ренмаре, нашем городе. А еще Степа признался нам, что обязательно воспользуется своей солдатской книгой и сводит лучшего друга в музей. А сейчас он намерен посетить ярмарку Пустосерского музея и примерить на себя кольчугу и шлем. Мы тоже поддержали Степана и оказались на ярмарочной площадке. Работники Пустосерского музея словно на машине времени перенесли нас в средние века. Повсюду ходили стрельцы с вооружением и любители доспехов. Сегодня у вас есть возможность принять участие в автобусной экскурсии, которая называется Пустосерский листан на Ренмара. На 8 часов автобус уже уехал, на 9 часов еще есть билеты. Билеты продаются в лотереи. А что еще понравилось? В лотереи. Больше? Очень интересная автобусная экскурсия. Главное, там сухо. А мама Елисея, пока сын примерял кольчугу, как и полагается по закону того времени, продавала тряпичные игрушки. Берут люди игрушки? Да, берут. Берут. Вот сейчас подходили. Очень много. Этот символ года. Овцу убрали очень хорошо. К Новому году как раз была. А сейчас тоже подошли. Овцу взяли. Красивые. И в интерьере смотрится шикарно. Так что берут их вообще. Всероссийская акция «Ночь в музее» стала традиционной. Уже в пятый раз она собирает любителей культурной бессонницы. В этом году организаторы отметили рекордное количество посетителей. Более полутора тысяч. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север». Это были главные события минувших семи дней. Ну, по крайней мере, мы их выделили именно такими. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на севере. До свидания.